Директор по проведению спортивных соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит отметил огромную работу, проделанную при реконструкции Екатеринбург-арены, где в июне пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом господин Смит заявил в ходе седьмого совместного операционного визита FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» в Свердловскую область. Он поблагодарил губернатора за теплый прием и выразил свое удовлетворение готовностью стадиона. Директор по проведению спортивных соревнований и мероприятий FIFA сообщил, что Международная федерация футбола довольна тем, как идут продажи билетов на все игры мундиаля, в том числе и на матчи в Екатеринбурге. По его словам, в день открытия продаж в порядке живой очереди за первые сутки было продано почти 350 тысяч билетов. Колин Смит, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что объект игр для комиссии FIFA – это не только стадион, где будут проходить матчи, но и вся сопутствующая инфраструктура. По словам генерального директора ОНО «Оргкомитет России-2018» Алексея Сорокина, в целом, сегодня готовность Екатеринбурга к приему гостей очень высока. Мы можем отметить крайне высокую степень готовности города. Евгений Владимирович уже сказал, что и транспортная, и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии, выполняют требования FIFA. В целом, в Екатеринбурге пройдут необыкновенно интересные матчи, приедут очень яркие команды – Франция, Уругвай, Египет, Мексика. То есть, здесь будет действительно по-футбольному жарко. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сегодня Екатеринбург-Арена готовится к проведению тестовых матчей, первый из которых запланирован на 1 апреля. Глава региона рассказал о том, что первый тестовый матч пройдет без торжественной церемонии открытия стадиона после реконструкции, поскольку нужно будет отладить все системы, чтобы болельщикам и спортсменам было удобно. А уже 15 апреля, перед началом второго тестового матча между Уралом и Спартаком, состоится небольшое торжественное мероприятие. Несмотря на то, что цены на матчи мирового первенства по футболу радуют далеко не всех жителей небольших муниципалитетов, вроде нашего Артемовского городского округа, многие возлагают большие надежды на Екатеринбург-Арену, как на объект, который в дальнейшем будет принимать, может, и менее статусное, но более доступное мероприятие. А это именно та главная функция, о которой говорит губернатор, что, впрочем, касается и всей остальной инфраструктуры, создаваемой для предстоящего Мундиаля. Этот стадион будет использован в том числе и для игр, матча чемпионата России, различных массовых мероприятий, спортивных мероприятий, детских, для всех возрастов. Безусловно, мы задействуем всю инфраструктуру, которая высвободится после проведения чемпионата мира.